В минувшие праздники неизвестные снова изрисовали стены мечети. Это уже второй случай, когда мусульманская святыня становится объектом надругательств. В ночь с 1 на 2 ноября неизвестные осквернили мечеть фашистской свастикой. Видели, но они обратили внимание, молодой человек стоял, стоял, смотрел на мечеть. Ну, думали, ну, как же, в ночь уже. Ну, потом уже утром, естественно, мы узнали, сообщили, милиция, следствие началось. А между тем, во вторник Ленинский районный суд города Иваново вынес приговор молодым людям, которые проникли на территорию мечети в июне прошлого года. Они исписали стены оскорблениями и нарисовали фашистскую свастику. Все было тщательно спланировано. К преступлению парни готовились не один день. Даже купили на рынке свиную голову, которую впоследствии одели на забор мечети. Нарушителей задержали прихожане. В три часа они собрались на утреннюю молитву. Первоначально в деле фигурировали имена пяти нарушителей. На скамье подсудимых трое. 25-летний Антон Лазаренко и двое несовершеннолетних. Показания молодых людей путаются. Несовершеннолетние ребята утверждают, что преступление спланировал Лазаренко. А тот, в свою очередь, говорит, что у мечети оказался практически случайно. Они встретились с ребятами примерно в 22 часа и пошли в сторону мечети. По дороге те парни, которые должны были рисовать в мечеть, рисовали на стенах краски из баллончиков. Также они сказали, что свиную голову спрятали рядом с мечетью. Когда дашли до мечети, кто-то сходил с свиной головой, они стали переодеваться. Им предложили переодеться, надеть медицинскую маску. Он отказался сказать, что это их тема. Его просили постоять на шухере. Но, поняв, что ребята делают что-то нехорошее, он дошел в сторону. В итоге, в отношении несовершеннолетних дело прекращено. А вот Антон Лазаренко, кстати, ранее судимый, на три года отправится в колонию общего режима. Стоит отметить, что парень долгое время не являлся в суд, предоставляя больничные. Очевидно, он рассчитывал на истечение сроков привлечения. Однако этого не произошло. В зале суда его взяли под стражу. Представители мусульманского сообщества наказание считают справедливым. Подобные поступки молодые люди совершают от безнаказанности. Способствуют этому и заметки в некоторых средствах массовой информации. Все, кажется, ополчились именно в прямом смысле этого слова. Может быть, слишком резко, но на ислам. Потому что вот исламские, исламисты, исламские усарства, исламисты, исламские эти боевики, там это все. Вот это все как раз отражается и в этих молодых умах. Потому что, к сожалению, про ислам негатив только выкладывается в средствах массовой информации. А позитив именно о том, как они живут, как развиваются, как семейные уклады, это все не берут как пример. Пример 25-летнего Антона Лазаренко теперь показательный. За преступление всегда наступает наказание. А мечеть после последнего случая собираются оборудовать камерами наружного наблюдения.